В Америке новый президент. Похоже, что Трамп. Чего ждать России? Биткоин бьет новые рекорды. Выгоден ли России крах доллара? Новостройки подорожали в большинстве крупнейших городов России. Продажи новых легковых авто выросли в полтора раза. Во сколько раз вы переплатите за квартиру, если возьмете рыночную ипотеку? Расчет вас удивит. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Всем бодрого начала дня. Если смотрите меня утром, у нас небольшое объявление. С 10 ноября я буду проводить бесплатный онлайн тренинг инвестиций в облигации и вклады. Поскольку сегодня столь высокая ключевая ставка, сейчас это 21%, вполне возможно в декабре еще поднимут, она приводит к тому, что становятся крайне актуальны инструменты с фиксированной доходностью банковские вклады и облигации. И хотя с одной стороны вроде бы это все просто и понятно, но есть масса нюансов, особенно с облигациями. И будем говорить о том, как эффективно можно работать с этими инструментами. Я думаю, для всех начинающих инвесторов будет крайне актуально. Все это будет бесплатно на платформе Telegram. Ссылка под видео. Присоединяйтесь. Жду вас. И давайте перейдем к графикам. Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на нового президента. Ну, похоже, что это Трамп. И в текущий момент российский рынок прибавляет почти полтора процента рынок акций. Американский рынок тоже с позитивом отнесся к этому. Но мы еще поговорим детальнее об ожиданиях относительно нового президента американского. Доллар примерно 98 рублей. И биткоин после объявления Трампа рванул вверх аж на 7 процентов. Таким образом, салютовал новому американскому президенту. Россия не заинтересована в крахе доллара, заявил Дмитрий Медведев. Далее цитирую. Никто не заинтересован в том, чтобы доллар разлетелся. Даже Россия. Потому что это принесет хаос в международные экономические отношения. К доллару, конечно, много претензий. Но никто в финансовом мире не хочет пилить долларовый сук, на котором все сидят. В текущий момент. При этом Медведев отметил, что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте. Тем более, что эмиссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США. И рано или поздно этот пузырь лопнет. При этом есть, конечно, большой шанс, что этот пузырь был воздушным шаром, на котором держалась мировая экономика. Например, много претензий к американским стартапам, что да, в Америке очень сильно развита технология стартапов. Но в большой степени она развита за счет практически бесплатных, бесконечных денег, которые печатаются и даются стартапам. Практически на все на свете и почти бесконтрольно. Это порождает, в свою очередь, некие результаты. Но когда у тебя условно бесконечное количество денег, это делать просто. Если же количество денег конечно, то уже посложнее будет. Центральный банк утвердил перечень системно значимых банков. В перечне остались Юникредит, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа, Сбер, Московский Кредитный банк, Открытие, Росбанк, ТБанк, Ранее Тинькофф, Промсвязьбанк, Райфайзен и Россельхозбанк. Если вы кладете ваши деньги куда-то в какие-то банки, моя рекомендация первым делом – смотреть на банки из вот этого списка системообразующих, поскольку их, если что не так, будут спасать в первую очередь. С мелкими банками всегда много опасностей. Я до сих пор помню пример товарища, который продал квартиру, ему деньги пришли в банк, и через три дня этот банк схлопнулся. Это был небольшой банк региональный, и ему вернули из довольно большой суммы только миллион четыреста по системе страхования вкладов. Очень неприятная ситуация, поэтому будьте аккуратны. Если уж класть деньги в банк, то лучше в системообразующий. Благо, здесь тоже выбор есть. Но, к слову, этот перечень скоро сократится, поскольку есть тенденция к объединению и укропнению банков. Например, объединяются ВТБ и открытие Т-банк и Росбанк. Вот, кстати, обратил внимание, если взять ВТБ, Росбанк, открытие и Т-банк, и все вместе бы их объединить, все четыре банка в один, то по аббревиатуре был бы новый ВРОТ-банк, и можно было бы класть деньги в рот. ЦБ при этом утверждает, что на долю системно значимых банков приходится около 79% всех совокупных активов российского банковского сектора. В России могут прекратить чеканку мелких монет. Имеется в виду копейки, которые непонятно кому и зачем вообще нужны, но до сих пор их продолжают печатать. Перефразируя Винни-Пуха, копейка – странный предмет, который вроде бы есть, а вроде бы и нет. Но при этом до сих пор огромное количество этих самых монет продолжает ходить по стране. Около 73 миллиардов монет в текущий момент находятся в обращении. Как считаете, стоит ли выводить копейки из обращений? Или пока оставить на всякий случай, чтобы прийти в магазин, заплатить за 2 кило мяса, 5 кило денег? Технологии искусственного интеллекта помогут преодолеть демографические проблемы, заявил замруководитель администрации президента Максим Орешко. Но не в том смысле, что искусственный интеллект подскажет людям, как правильно детей делать. Нет. А в контексте того, что повысится производительность труда. То есть меньшее количество людей сможет производить большее количество товаров и услуг, более эффективно работать, больше зарабатывать, ну и как бы больше свободного времени на детей или денег на детей. Порядок присвоения статуса квалифицированного инвестора может измениться, заявляют в Комитете Госдумы по финансовому рынку. Разрабатывают они и уточняют новые требования для получения физлицом статуса квалифицированного инвестора. И хотят скомбинировать теперь критерии образования и денег. Раньше основным критерием для выдачи статуса был именно доход человека. Видимо, по принципу потеряет, не жалко, еще заработает. Но сейчас вот некие комбинации, что если ты достаточно умный, ну, по крайней мере, по бумажкам, то, может быть, тебе не так много денег можно иметь. И потеряешь это, и нормально умный, еще заработаешь. Ну, а если не такой умный, но денег много, тоже, наверное, не страшно. Ну, можно побольше себе позволить потерять. В общем, хотят выстроить хорошую комбинацию для статуса квалифицированного инвестора. Большинство вкладчиков в России старше 45 лет. 63% составляют люди старше 45. Такие показатели объясняются тем, что с возрастом клиенты приходят к более осторожной стратегии в отношении финансов. Те, кто помладше, они, видимо, более агрессивно действуют. Но можно сказать, что для российских и бывших советских граждан это, в общем-то, привычная стратегия. Чем старше, тем сильнее урезать свои траты, экономить, накопить себе на безбедную похоронную церемонию или что-то еще. При этом доля вкладчиков в возрасте от 30 до 45 составляет только 31%. От 20 до 36%. А младше 20 лет менее 1%. То есть те, кто более младшего возраста, они более и более агрессивно инвестируют. Там на рынок акций, облигации, крипта, бизнес и что-то еще. Со своей стороны хочу отметить, конечно, что чем раньше начнете заботиться о финансовом будущем, тем увереннее будете чувствовать себя с каждым следующим годом. Особенно если не просто сберегаете деньги, но приобретаете активы. Будь то недвижимость, будь то активы на фондовом рынке, на крипторынке, какие-то инвестиции в бизнес. Но в целом заставлять деньги работать на себя. И для этого очень помогает регулярно откладывать часть своего дохода, получил деньги, отложи 10-20% и запускай их в работу. Но сейчас это довольно просто. Можно использовать вклады и облигации. Вот как раз я упоминал уже 10 ноября. Мы стартуем на эту тему небольшой онлайн-тренинг. Присоединяйтесь под видео ссылкой. За прошедший месяц цена квадратного метра в новостройках снова выросла. В 47 городах из 14. Правда, в 21 городе снизилось, но в среднем по стороне цена квадратного метра прибавила 0,7%. Сумели такие застройщики надстроить еще 0,7% сверху к ценам. Несмотря на то, что вроде бы количество покупателей должно падать, но пока продолжают скупать. Находят разные варианты льготных ипотек, либо как-то еще, но все-таки купить. При этом растет еще и доля рыночной ипотеки. Что удивительно, за октябрь доля рыночной ипотеки составила 65%, а льготные только 35%. В октябре прошлого года процент сделок заключенных на льготных условиях был выше, около 51%. Но почему продолжают люди использовать вот эту бешеную рыночную ипотеку по ставкам 25% плюс? Надеются ее как-то скомбинировать, либо взять, может быть, на не очень большую сумму и быстренько погасить. Но все-таки купить сейчас, опасаясь того, что через год-два будет заметно дороже. Но, несмотря на то, что было в прошлые годы, этого исключать нельзя, хотя я не жду особо резкого роста цен. Если не будет каких-то катаклизмов, к сожалению, у нас что ни день, то революция, и в любой момент можно ждать очередного черного лебедя. Это исключать нельзя. Портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум. В октябре 2024 года застройщики вывели на рынок почти 5 миллионов квадратных метров, что на 14% больше месяца ранее. И сегодня в результате портфель строящегося жилья достиг 119 миллионов квадратных метров. Это максимум за всю историю наблюдений. Но наибольший объем вот этого строительства, он запущен, конечно, в предыдущие годы. То есть, готовился и запускался. И сейчас новые локации застройщики уже очень-очень осторожно выпускают. И все то, что появляется, это то, что было запланировано и запущено в работу годами ранее. Поскольку пока идет покупка земли, пока получение всех разрешений проходит много лет. Это не быстрый процесс. А вот давайте посчитаем, сколько составит переплата по ипотеке при ставках выше 25%. Открываем ипотечный калькулятор и оказывается, что если вы купите квартиру стоимостью 10 миллионов при первом взносе 20% и рыночную ипотеку в 25% годовых на 30 лет, то суммарная переплата по процентам составит более 52 миллионов рублей. То есть, в 5 раз больше вы заплатите еще процентов, а в сумме квартира вместе с долгом, долг плюс проценты составит у вас более 60 миллионов. То есть, в 6 раз больше. Знаете, если раньше говорили, что беря ипотеку, покупаешь одну квартиру себе, вторую банку, то сегодня покупаешь одну себе и 5 квартир банку. Поэтому будьте очень аккуратны сегодня с рыночными ипотеками. Влететь с такой высокой ставкой в большие проблемы можно запросто. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не получить вторую, третью работу по вечерам, по выходным, чтобы хоть как-то отбивать эту несчастную ипотеку, которую еще и будет очень сложно погасить, потому что продать объект, как только вы его купили, по той же цене продать сегодня будет крайне сложно. Потому что вторичный рынок почти замер. Российский совет торговых центров прокомментировал сообщение о клопах. В соцсетях появилась информация, что в торговом центре Афимово в коробках с новой коллекцией верхней одежды известного бренда обнаружены лесные клопы. Аналогичная ситуация в торговом центре европейский. В Роспотребнадзоре сообщили, что взяли на контроль это сообщение. Представители торговых центров сообщили, что вся продукция проходит необходимую обработку и к конечному покупателю поступает в наилучшем виде. То есть можно не волноваться, все клопы исключительно воспитаны и благонадежны. Продажи новых легковых авто в России выросли в полтора раза. Продолжается бум покупок автомобилей, несмотря ни на что. Если помните, год назад был период, когда люди не торопились покупать авто, потому что ждали улучшения условий по ценам и кредитам. Подождали, пока цены вырастут, и поняли, что пора покупать. И стали покупать еще активнее. Ну, понятно, боятся роста инфляции. Того, что ЦБ уже теряет контроль над ситуацией, ставку начинает задирать, инфляция при этом не замедляется. И вдруг это все выльется в историю, как с Турцией, где инфляция более 50% годовых. И на всякий случай лучше успеть купить сегодня, чем куда-то сильно позже. Но будем смотреть под конец года, как сложится ситуация, что будет с инфляцией, что будет с ставкой Центрального банка. Кто у нас в инвест-клубе «Финанс-1», обязательно смотрите обзоры трендов. Мы детальную ситуацию разбираем. Российские ноутбуки впервые стали популярнее американских. В этом году доля российских производителей ноутбуков составила почти 12%, в то время как доля американских снизилась до 10%. Правда, не уточняется, в чем именно считали. В штуках, в деньгах или, может быть, просто по весу. Есть подозрение, что в килограммах наши ноуты самые весомые. Но при этом, конечно, китайские и тайваньские производители занимают самую большую долю рынка – 70-72%. По соотношению цена-качество, наверное, они в лидерах. Ну и в финале обсудим, конечно, возвращение Дональда Трампа, который уже выступил перед своими сторонниками, назвал сам себя президентом, назвал свой новый срок с золотой эпохой, пообещал остановить военные конфликты и сейчас все активно обсуждают, что же дальше, как же, кто же будет выигрышей от этого, чего ждать. Конечно, еще и не до конца, как бы закончился, по крайней мере, пока, когда я записываю это сообщение, не до конца подсчитаны голоса. Может быть, мало ли там что-нибудь пересчитают правильно и передумают. Но похоже, что Трамп все-таки будет лидером. Кто от этого выигрышей? Криптоиндустрия. Трамп очень активно заявлял, что будет поддерживать крипту. В том числе биткоин вот отсалютовал плюс 7 процентов, по крайней мере, в текущий момент и побил свой исторический рекорд. Сейчас это примерно 74 тысячи долларов за биткоин. И те, кто в теме крипты, ну, скорее, наверное, радуются. Американские акции, особенно акции второго шалона, так называемые, то есть не голубые фишки, а более мелкие, средний, малый, средний бизнес. Они очень неплохо себя чувствуют. И в целом Трамп скорее склонен поддерживать бизнес. Но это в Америке, конечно. Для нашей страны какие риски есть? Это потенциальное ослабление Китая, поскольку Трамп заявил, что будет бороться с Китаем, поднимать пошлины на их товары на 60 процентов, где-то даже на 100 для отдельных компаний, на 200 процентов заявил. То есть будет пытаться поддерживать внутреннее производство, поддерживать протекционизм своих товаров. Это потенциальный риск для замедления экономики Китая. А что в свою очередь, поскольку Китай наш основной партнер, который в том числе скупает большие объемы сырья у России, несет риск и для России с точки зрения ее доходов. По крайней мере, в текущий момент. Трамп еще неоднократно высказывался о конфликте России и Украины и обещал положить ему конец. Ну, как-то вот процитирую его выступление, что если бы я был президентом, позвал бы Владимира Путина, Владимира Зеленского за стол переговоров и заключил бы справедливую для всех сделку. И еще было несколько его заявлений в духе, что он бы быстро все разрулил. Ну, что же, посмотрим, насколько быстро удастся Трампу все разрулить. Также идут опасения, что пришествие Трампа может повлиять на снижение цен на нефть. Ну, опять же, вследствие и в том числе замедления экономики Китая потенциально, которая потребляет большие объемы энергоресурсов. Ну, а в целом для мира это некоторая стабилизация. То есть, если до этого было не очень ясно, кто же будет президентом, то теперь ситуация в этом плане стабилизировалась, неопределенность снижается, а снижение неопределенности это снижение рисков, как правило. Будем следить далее за тем, как будет складываться ситуация. А пока вернемся в нашу страну. И напомню, что 10 ноября уже в это воскресенье стартуем бесплатный тренинг инвестиций в облигации и банковские вклады. Поговорим об этом подробнее, разберем возможности, которые сегодня есть, риски, нюансы. Если актуально, присоединяйтесь. Поговорим про депозиты, накопительные счета, как выбирать, как эффективно использовать. Про облигации, базовые принципы и стратегии. Про доходы в валюте через замещающие облигации. Присоединяйтесь. Ссылка под этим видео. Жду вас. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь.